Чуть-чуть я здесь поправлюсь, как бы все предыдущие... Да, немножко недопонимая речь о Микдянах, так называемых, которые на человеческом теле находится. И язык, который кончиком упирается в верхнюю букву, как раз соединяет человечество им и ям. Можно еще вклинись? Между зубами и альвеолами. Да? Язык упирается, кончик языка между зубами и альвеолами. В эту точку. То есть, не сильно туда упирается, просто туда трагивается. Когда человек находится в утробе матери, этот меридиан соединен. Сохраняется, после рождения ребенка этот меридиан соединяется. И для того, чтобы его соединить, нужно как раз языком дотронуться до верхнюю букву. Поэтому, для того, чтобы соединить и ям два начала внутри себя, нужно простым движением, языком подбереть нюхо. Это то, что касается головы. Теперь плечи. Расслабление. Плечи расслаблены. Расслабление. Плечи расслаблены. В тот случае, когда между телом помещается вулаках. Можно. Можно. Не за них, чтобы они были расслаблены в тело. Они должны чуть-чуть на расстоянии находиться. На каком состоянии вулаках? Локоть, рука целиком, она чуть-чуть согнута, не должна быть прямой. Чуть-чуть должен вниз локоть. Движение, которое вы делаете ладонью, ладонь так же не должна быть напряжена, не нужна максимально назад, а также не должна быть напряжена. Она должна как бы естественно быть расслаблена. Поэтому то, что касается рук, кулак под плечом должен помещаться, не должна рука лежать как бы на теле. Локоть чуть согнута и в запястье рука также расслаблена. Позвоночник ни в коем случае не должен быть согнут. Поясница не должна быть согнута. Поэтому целиком позвоночником, он должен быть таким центром всего тела, его нужно расценивать, чтобы он был прямой. От копчика до шейного позвонка, его нужно вытянуть. Не нужно нагибаться ни в какие стороны. Поясницу, спину не нужно. Сдевать нужно обязательно, чтобы оно было прямой. Также нужно расслабить тазобедренный сустав. Тазобедренный сустав с поясницей он как бы связан, поэтому вся эта часть тела должна быть расслаблена. Тазобедренный сустав с поясницей он не должен быть расслаблен. Тазобедренный сустав с поясницей он не должен быть расслаблен. Тазобедренный сустав с поясницей он не должен быть расслаблен. Тазобедренный сустав с поясницей он не должен быть расслаблен. И стараться, чтобы стола посередине, по центру была как бы пустой, и пальцами ног как бы вы хватаете землю, но опять же не какое-то усилие сильное должно быть, а просто урожай. Любое движение, какое бы вы ни делали, в цепу не должно, как бы обязательно соответствовать этим правилам. Я предлагаю повторить еще раз, значит, что по поводу головы и меридиана на голове для того, чтобы его соединить, нужно язык, чтобы он упирался в небо. Руки, которые расслаблены, не должны лежать на теле, кулак нужно проходить вниз, идущий локоть расслабленных запястья, не надо до упора загибать ладонь. Приседание, присед не нужно делать очень глубокий, чтобы было как бы комфортно, и чтобы этот присед не мешал позвоночнику быть так же расслабленным и прямой упор хлопчика душевного позвонка. Субтитры создавал DimaTorzok центр тяжести грубо говоря Спереди находятся три даньтяня, и сзади как бы находятся у человека три двери Верхний на голове, среднее солнечное сплетение, нижний ниже пупка на два с половиной сантиметра, грубо Сначала пробовать нижний даньтяня Все движения, они как бы нижний, нижний дань Это первое движение, которое начинается Занятие большой палец находится в районе пупка Занятие большого пальца до центра ладони, вниз, вот это вот расстояние, хоть его пройти лето, и есть нижний даньтяня Стрихия 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 知道. Через одну точку 가져옵. Соб Hurts И так же повышение жизненной функции организма, таких точек на человеческом теле всего две. Только две точки с такими функциями. Первая точка находится в районе нижнего даньки. Сбоку от колена, пониже. Народной части. Важность этих двух точек, она уже неоднократно доказана китайскими, японскими учеными, через эти точки можно восполнять какие-то силы в организме, также деятельность. Но профессор в эти точки также как путем некого иглукалывания воздействия, но иглы, которыми пользоваться профессор, которые находятся между бровями. Важность этих двух точек. Верхней части главы провести линии на той самом деле. Верхней части главы о нем, кто-очем занимается бесконечное Главное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...